Внутри расположена точка, совершенно произвольная, и 4 угла, так как нарисовано. Докажите, что сумма этих углов, сумма величины, больше 130 градусов. Вроде бы ерунда, а тем не менее доказательный доказатель. Повторяю. Внутри квадрата выбрали в произвольную точку. И смотрели 4 угла. Ну вот те, что нарисованы. Докажите, что сумма величин этих 4 углов, больше 139 градусов. Кстати, давайте я объясню вам, откуда взялось число 135. Вот представьте себе, что вот эта точка расположена не так, как я нарисовал, а расположена в следующем опыте. Почти на диагонатах. Вот здесь диагонат, эту точку возьмем близко-близко к нашей диагонали. Замечательно. Всем понятно тогда, что угол, помеченный двумя грушками, это будет почти что 90. Согласны? Это будет почти что 90 градусов. Замечательно. А вот теперь дальше забавная вещь. А угол, помеченный одной дужкой, будет какой? 45. А вот не обязательно. А вот вы посмотрите внимательно, он может быть любым от 0 до 45. Объясняю идею. Вот у вас есть диагональ наша, который под 45 градусов. У вас есть сторона. Вы можете выпустить луч очень-очень близко к диагонали, а здесь можете выпустить произвольный луч. И у вас все равно пересечение будет. Согласны? Значит, угол, помеченный одной дугой, он на самом деле может быть любым от 0 до 45 градусов. Замечательно. Сумма вот этих, вот 135, значит, получаем, что величина может быть любой от 135, на этой картинке. От 135 до 180. Если посмотреть на вот эти углы. Так, давайте я для краткости обозначу альфа, бета, гамма, дэн, дэн. Вот эти вот углы дополнительные, это же на самом деле 90 минус альфа, 90 минус гамма и 90 минус дэн. Давайте поймем, что это такое. Это 360 минус сумма величин альфа, бета, гамма, дэн. Я обещал вам в этой задаче доказать, что сумма больше, чем 135. Значит, вот эта штука больше, чем 135 градусов. От 360 отнимаем 135. Давайте посмотрим. 360 минус 135. Интересно, сколько это будет у нас? 225. 225. Я вам только что на этой картинке объяснил, что может быть сумма любой от 135 до 180. Сумма бывает почти 225. Более того, для этого вам даже не нужно ничего менять. Нужно просто посмотреть на вот эти углы. На дополнительные, вот эти вот 4 угла. Смотрите, это почти 90, да? Здесь дополнительный угол фунтасти, но это неинтересно. Здесь дополнительный угол. Это почти 45, а вот тот угол от 45 до 90 меняется. 90, 90 и 45 это 225. В общем, ребята, правильный ответ. Альфа плюс бета плюс гамма плюс дэн. Может принимать любое значение между 135 и двумя стами 25 градусов. И понятно, что когда точку непрерывно перемещать попадает, сумма углов меняется непрерывно. Значит, на самом деле, все, что вы должны доказать, что сумма больше 1309. К сожалению, никакими вот этими движениями этот факт не докажешь. Нужно все-таки что-то геометрическое делать. Нужно что-то сделать. Подсказка. Оказывается, задача на самое-самое начало изучения геометрии. На теорему против большего угла в треугольнике лежит большая сторона. И наоборот. Против большей стороны лежит больший угол.